Девять недель продолжается власть украинского гражданина Олега Сенцова в российской тюрьме. Олег Сенцов требует освобождения политизвыключенных, украинских политизвыключенных, находящихся в российских тюрьмах. И на самом деле это очень важная проблема. Проблема политических заключенных в России. Сегодня их в российских тюрьмах находится более 100 человек и каждый день их число увеличивается. Не означает, что люди получают приговор в суда, но это означает, что каждый день в России того или иного человека привлекают к уголовному преследованию или административному преследованию по политическим потенциям. За репост, за лайк, за ретвит, за высказывание, за размещение на фотографии или за выдуманное преступление, как у Олега Сенцова, который объединил в терроризме за то, что он якобы собирался взорвать памятник Ленину в Крыму. Олег Сенцов гражданин Украины. Ему отказывают от встречи с украинским консулом. Ему отказывают от встречи с украинским и полномочным покровным человеком. На прошедшей неделе у Олега был день рождения. Те, кто хотели, те, кто желали, могли его поздравить. Те, кто не успели это сделать, но мы сделаем это сегодня. С тема рождения. Середина лета, июль, традиционно время, когда в России начинается бюджетный процесс обсуждения федерального бюджета на очередной год. В этом году бюджет обещает быть интересным. Минфин запасся деньгами как следует. Хотя национальных проектов, на которые якобы нужны деньги, для чего повышается пенсионный возраст, для чего повышается НДС, еще нет как таковых. Никто не знает, из чего они будут состоять. Но все уже знают, что на них записаны триллионы и сотни миллиардов рублей нужно будет освоить в 2019 году. Проектированный бюджет еще не видел никто, даже правительство. В Минфиновских департаментах обсуждаются те или иные стачи расходов с представителями беденств и иных бюджетополучателей. Информация будет выходить постепенно. Я думаю, что к теме бюджета на следующий год мы будем возвращаться неоднократно. Хотя в России по закону утверждается трехлетний бюджет, но традиционно бюджет 2-го и 3-го года, то есть в данном случае 20-го и 21-го года, он будет пересматриваться многократно. Так же, как и бюджет 2019 года, который будет утвержден Думой и подписан президентом, будет сильно отличаться от тех проектировок, которые были утверждены годом раньше. Пока мы можем говорить только о самых общих параметрах бюджета. И на этой неделе мое внимание привлекли проектировки экономики, точнее прогнозы роста российской экономики до 2024 года. Напомню, что майский указ президента Путина предусматривает повышение темпов роста российской экономики выше среднем мировых. В прошлом году мировая экономика росла на 3,8% в год, в этом году ожидается 3,9%. То есть, чтобы российская экономика выполнила указ, взяла, построилась, послушала, что сказал президент Путин, нужно, чтобы она располагала на верные 4% в год. Хотя во главе министерства экономики стоит оптимист Максим Орешкин, который в прошлом году просто заваливал информационное пространство своими оптимистическими предсказаниями, на этот раз прогноз Минэкономики не очень оптимистичен. Как вы видите на графике, в ближайшие 3 года темпы роста экономики будут достаточно низкими, ускоряться они начнут только после 2021 года, и то не сильно. Они будут чуть-чуть выше 3%, но сильно не дотягивая, даже до 3,5%, не говоря уже о 4. Обвинять Орешкина в этом сложно, обвинять его министерство в этом сложно, потому что люди старались как могли, накручивали цифры, и то в своей прогнозе, в своей записке министерство экономики пишет, что эти все цифры можно достичь только при условии, при успешной реализации всего комплекса мер макроэкономической политики, а там записаны смягчения денежной политики, реализация инфраструктурных проектов, как при увеличении денег частных инвесторов, и накопительная пенсионная система, и создание условий для роста частных инвестиций, как и по подобным жертвам, есть независимый суд, который Минэкономика предусматривает. Одним словом, в Минэкономике заложено достаточно много ходов для отступления, чтобы сказать, ну вы знаете, ну не смогла, но не смогли мы достичь этих темпов, даже 3 с небольшим процента роста, но мы же говорили, что надо выполнять все это дело, а мы не смогли, но не получилось. Что означает темпы роста в 3%, максимальный, да? Это означает, что Россия будет отставать. Россия будет двигаться медленно, Россия будет двигаться гораздо медленно, чем вся мировая экономика, уровень жизни российских граждан будет расти тоже медленно, потому что в целом мы в долгосрочной перспективе, мы говорим сейчас о 6 годах, вряд ли доходы населения могут расти быстрее, чем растет российская экономика. В один год это может получиться другой год, но потом обязательно случится что-то другое. В прогнозе Минэкономики, в оценочных прогнозах Минэкономики, конечно, заложена достаточно благоприятная внешняя конъюнктура, отсутствие каких-либо потрясений, кризисов. Ну, а если добавить, что в эти 6 лет весьма вероятно случится рецессия в мировой экономике, ну хотя бы потому, что президентом всерьез начнет торговую войну с Китаем, с Европой, с Канадой, с Мексикой, ну со самыми торговыми партнерами, то, конечно, России мало не покажется, потому что за этим последует замедление мировой торговли, и замедление всей мировой экономики, и замедление спроса на первичные ресурсы. Или может последовать какая-то реструктуризация, не знаю, как даже назвать, изменение модели роста китайской экономики. В последние годы она вот успешно росла за счет чрезвычайно мощного кредитования. Сегодня объем кредитов в китайской экономике составляет 50% ВВП, такого нет ни в одной экономике мира. И очевидно, что это перегрев. Очевидно, что китайская экономика перегревается. Очевидно, что производительность дополнительных капиталов вложений становится все меньше и меньше. Угроза президента Трампа начать торговую войну приводит к ослаблению юаня. Хотя китайские фонды выраны, в общем, не сильно перегрелся, но и там начинается падение с начала года, индексы упали больше, чем на 20%. Одним словом, какие-то потрясения финансовой системе Китая, девальвация китайского юаня или изменение политики китайского центрального банка тоже может привести к замедлению китайской экономики, замедлению спроса на ресурсы, падению цен на них. Но, собственно, нефть наше все, и мы это хорошо понимаем. Видим, как на прошедшей неделе нефть стремительно полетела вниз, как только возникла угроза мировой торговой войны. Поэтому прогнозы на экономике достаточно оптимистичные в этом плане. Но они для российской экономики вырезают неутешительные. Сегодня доля российской экономики в мировом ОВП составляет, например, 1,96%, но чуть меньше 2%. И за этот шестилетний период, на который президент Путин освоил свое президентское кресло, доля России в мировом ОВП повышается до 2,1%, то есть фактически остается на одном месте. Сразу отвечаю на вопрос, как так может быть, что экономика России растет медленнее, а доля России в мировом ОВП увеличивается. Просто в мировом ОВП доля России считается в долларах, а пересчет по российской экономике из рублей в доллары я делал по курсу, который прогнозирует Министерство экономики. Поэтому что там будет на самом деле, конечно, скорее всего, это не удастся. Курс рубля на будущую перспективу зависит, конечно, от цен на нефть, зависит от инфляции в российской экономике, от других факторов. Поэтому зафиксируем главное. Всего через 2 месяца после подписания майского указа Министерство экономики заявляет о том, что самый главный пункт указа президента Путина в мае 2018 года о том, что российская экономика должна расти быстро, и в связи с этим, после этого должны расти доходы населения тоже быстро, и уровень жизни не будет выполнен. И это очень важная характеристика того, как готовился указ, насколько глубоко он проработан, насколько серьезно отнеслись люди, составлявшие этот указ, к тем цифрам, которые туда поставлены. Филькина грамота. Так можно назвать указ Путина в мае 2018 года. Что нам точно обещает Минфин? Первое. Вы будете смеяться. В основных направлениях бюджетной политики нет ничего про индексацию пенсии. Хотя уже повышение пенсионного возраста заложено в бюджетной проектировке, хотя деньги, которые Минфин получит от того, что он не будет выплачивать пенсии пенсионерам, уже Минфин надо потратить, хотя обещание министра социального развития, министр Фрагмента Апилина, вице-премьера по социальным вопросам Голиковой, что пенсии будут повышаться в среднем на 1000 рублей в месяц. Все это прозвучало. У Минфина этого в бюджетах нет, в бюджете нет. Я не знаю. Конечно, наверное, вряд ли будет дан такой вот полный назад и отыгранно сказано, что повышения пенсии не будет. Мне кажется, что вопрос повышения пенсии, кому повышать, как повышать. Как повышать пенсию из учета бальной системы, обменять ли бальную систему с 2019 года или опять проводить какие-то единовременные выплаты, как это было в прошлом году, там было 5000 рублей в месяц. Короче говоря, нынешняя пенсионная система в Минфине у Минфина запутана таким образом, сам-сам черт на условии. У Минфина пока не знает, каким образом будут повышаться пенсии, Минфин не знает, сколько денег нужно на это заделять, но Минфин очень хорошо знает, что от реформы пенсионных отношений, я не могу называть это пенсионной реформой, я уже много раз на эту тему говорил, о реформе пенсионных отношений в нашей стране, от повышения пенсионного возраста, Минфин получит больше 100 миллиардов рублей дохода, собственно, как-то страна в цифре шерсти клоп, которую он с радостью либо использует, либо отложит в свою убышку. Что еще важно? А что еще важно в бюджетных проектировках на нынешней стадии? Уже много раз говорили, разные эксперты, я на эту тему высказывался, что начиная с 2000 года, когда президент Путин пришел в власти, мы наблюдаем устойчивую концентрацию денег в федеральном центре. Москва стягивает все больше и больше финансовых ресурсов, ставит все больше и больше под контроль регионы, и местные муниципалитеты. Этот процесс начал Алексей Кутрин, когда он был министром финансов, и вы видите на графике, что снижение доли регионов как в доходах, так и в расходах бюджетной системы идет достаточно монотонно. Есть какие-то всплески, пики, как правило, они связаны со снижением цен на нефть, с падением цен на нефть, это 2008-2009 год, и, соответственно, 2014-2015 годы, когда по федеральному бюджету падали доходы, связанные с нефтегазовым сектором, и в этот момент чисто арифметические доходы регионов повышались. Но как только цены на нефть нормализовывались, тут же продолжалась тенденция к тому, что Москва забирает все больше и больше денег, оставляя регионам все меньше и меньше, поставив их под полный финансовый контроль. По словам того же Кутрина, в 2017 году у Минфина существовало 100 видов дотаций, субвенций, субсидий, которые он делил между регионами. Представляете, какую простору для бюрократов. 85 регионов, 100 видов субсидий, в общем, есть где поразвлекаться. За счет повышения ставки НДС, Минфин получает деньги в федеральный бюджет, и, конечно, за счет этого доля федерального бюджета еще больше увеличивается. Доля регионов, естественно, уменьшается. Но уменьшается доля регионов не только в доходах, но и в расходах. Это означает, что региону не получили больше денег. Минфин собирается сам тратить их, сам контролировать. Собственно говоря, это тоже неудивительно, потому что основные друзья президента, которые получат деньги и на строительство дорог, и на оснащение медицинских центров, и на строительство еще чего бы там ни было, они все живут в Москве. Конечно, к деньгам ближе ездить на улицу Егин, где находится российское федеральное министерство финансов НЕФР, чем мотаться по регионам, выпрашивать жаркие крохи. Минфин объявил, что в том законопроекте, который внесет Государственную Думу, он потребует пролонгации нормы, согласно которой поступление налога на прибыль по ставке 1%, будут дополнительно отчисляться в федеральный бюджет. Сейчас эта норма работает до 2020 года. Минфин заявил, что он намерен продолжать ее до 2024 года. Таким образом, регионы, которые думают, что им это останется, ну хотя бы после 2020 года чуть больше денег, могут об этом забыть. Денег больше не будет, деньги будут в Москве. Самое главное, Минфин ничего не написал про индексацию заработных плат, про пенсии я уже говорил. Единственное, что он написал про индексацию заработных плат в бюджетной сфере, что у бюджетников за пределами социальной сферы, то есть те, кто не в какой-то социальной сфере, а из других сфер, реиндексация заработной платы будет проходить не с 1 октября, ну не с 1 января, а с 1 октября. Ну так тоже. Население спокойно переваривает наши трудности, у нас страна находится в тяжелой ситуации, денег у Минфина, как известно, нет, для этого он повышает налоги, для этого он повышает пенсионный возраст. Поэтому бюджетники всей Российской Федерации, приготовьтесь скидываться, вас Минфин немножечко пообдирает в первые 9 месяцев 2019 года. Он к этому уже готов. Интересно, а вы к этому готовы. Президент Путин достаточно регулярно встречается с руководителями российских государственных компаний и государственных банков. Вот на этой неделе он встретился с президентом банка ВТБ Андреем Костиным. Забавная получилась встреча. Костин рассказывал про ипотеку, Костин рассказывал про ставки по депозитам и по кредитам. Ну, в общем, это... Я не очень понимаю, зачем это было с государственным Путином, но больше всего меня поразил сюжет, который Костин поднял по своей собственной инициативе. Это был сюжет о дедоваризации и дедоваризации российской экономики. Он сказал, что неожиданно мы обнаружили, что с начала этого года у населения стал меньше сбит в сторону долларовых депозитов и кредитов относительно рублевых. Нам кажется, это важный элемент дальнейшей деполаризации финансовой сферы нашей страны. И вот, что сказал Костин дальше. Нам нужно создавать, я думаю, свои инструменты. Это нам даст дополнительно и защиту нашего финансового сектора от внешних факторов, и вообще даст новый импульс для развития финансового сектора. Я поэтому хотел предложение, если можно, чтобы вы поручили рассмотреть и средствующим структурам правительственного банка и по возможности поддержать курс на такой дальнейшем дедоваризации и дедоваризации нашей экономики. Хорошо. Я, по-моему, понимаю, что это выглядит нескромно, но я поставил себя на место помощника президента по экономическим вопросам Андрея Белалуцева и решил посмотреть на цифры. Может, действительно, там у нас что-то опасное появится с додоларизацией. Может, действительно, наша экономика перешла в доллары и расчеты ведутся в доллары, население активно сберегает доллары. Посмотрел, и вы знаете, ничего не обнаружил. Точнее говоря, я обнаружил, что процесс дедоларизации российской экономики идет достаточно давно и достаточно устойчиво. Ну, например, пик валютных депозитов по объему в долларах и у населения, и у предприятий был в середине лета 2014 года. Как раз перед сбитием Малазийского бонда ровно на 1 июля, после чего объем долларов, валютных депозитов стал устойчиво снижаться. Он снижается не быстро, у юридических лиц, у компаний чуть-чуть быстрее, у населения так чуть вверх, чуть вниз. Но, в общем, точно совершенно депозиты не растут. Если посмотреть на долю валютных депозитов, в общем объеме депозитов и у населения, и у компаний, она устойчиво снижается. Какие-то шарахания, колебания вверх-вниз связаны с колебанием курса доллара, который тоже ходит вверх-вниз. Но понятно, что никакой доларизации в российской экономике не наблюдается. Процесс дедоларизации идет достаточно последовательно, монотонно. И, в общем, здесь я не знаю, где эксперты ВТБ нашли угрозу. С кредитами, с валютными кредитами ситуация еще забавнее. Население пик валютных кредитов был в сентябре-октябре 2008 года. Еще в прошлый кредит. И с тех пор, посмотрите, валютные кредиты населению монотонно снижаются, но уже практически сошли на нет. То есть наше население, оно точно совершенно намного более грамотное, чем аналитики ВТБ, потому что население считает, что получая в основном углевые доходы, брать валютные кредиты неправильно. И эта позиция населения раз однала еще действовать на эпоху первого валютного кризиса времен президента Путина. А с предприятиями, в общем, тоже достаточно понятно. Пик валютных кредитов предприятия прошли в весной 2016 года. То есть практически два с половиной года валютные кредиты компании гасят и получают взамен рублевые кредиты. Поэтому где угроза доларизации, я, честно говоря, не знаю. Поэтому мне кажется, что точно совершенно президент банка ВТБ полезен не в свою тематику. В принципе, с повышением роли рубля в международных расчетах, с повышением роли рубля в резервной валюты, тема хорошая. И многие центральные банки этим озабочены. Например, Европейский центральный банк два раза в год выпускает специальный этап роли евро в мировой экономике, где подробно разбирает тенденции, многочисленные графики, таблицы, показывая, какие происходят изменения, как евро используется в международных расчетах, как евро используется, как резервная валюта, как евро используется, как финансовый инструмент для выпуска еврооблигаций или акций, размещаемых на биржах, на котировке фиксируются в евро. У европейского центрального банка такой большой-большой доклад. Основной доклад в начале утром страницы 70-80, промежуточный доклад в середине, это страница 35-40. Наш центральный банк ничего подобного не выпускает. В принципе, если заниматься вопросом деталаризации, повышения роли рубля, то, конечно, это работа центрального банка. Мне кажется, что тема деталаризации, повышения роли рубля в международных расчетах в мировой экономике, она вообще сегодня на повестке дня ни центрального банка, ни правительства не стоит. Осенью 2014 года, когда против России были введены санкции, когда Россия искала спасение в Китае, думая, что Китай сможет заменить своими финансовыми ресурсами западные финансовые рынки, российский центральный банк и центральный банк Китая подписали соглашение о валютном свопе с тем, чтобы облегчать расчеты экономических агентов, компаний двух странах между собой. Объемы свопов были колоссальными. С российской стороны 850 миллиардов рублей, с китайской стороны 150 миллиардов юаней. Я стал внимательно следить, искать следы использования этих валютных свопов, хоть какую-то информацию о том, нужны ли они или не нужны. Нашел два коротких пресс-релизма центрального банка, который говорил о том, что были проведены пробные сделки, которые показали работоспособность. По состоянию на сегодня Центральный банк Китая держит рублей на сумму 8,5 миллиардов, то есть один процент полюбов свопа. И понятно, что этот инструмент, созданный, который якобы должен повышать роль и юаня в российской экономике, как резервной валюты, и рубля в расчетах китайских компаний с российскими, в общем, не используется. Одним словом, нет такой темы повышения роли рублями в народных расчетах, потому что рубль это валюта слабой экономики, рубль валюта средевой экономики, рубль валюта медленно растущей экономики, рубль валюта волатильных, нестабильных финансовых рынков. В общем, почему его роль в мировой экономике должна расти, совершенно непонятно. И, посмотрев на все это, я подумал, откуда у президента Путина вообще есть время и желание заниматься этими проблемами. Вот, опять, будучи нескромным, я поставил себя на его место, но хорошо, встречаешься ты с руководителем второго по величине Госбанка, не только Банка, второго по величине Банка страны, в котором у тебя, как у государства, большой пакет акций. Вот, какой первый вопрос ты должен задать руководитель этого банка? Уважаемый господин Костин, объясните, пожалуйста, почему сегодня акции вашего банка стоят в два раза меньше, чем осенью 2017 года, 2007 года, когда их впервые начали продавать, когда ваши акции впервые начали котироваться. Ну, как так вы управляете банком, что за 11 лет котировки акций упали в два раза и ну никак не хотят расти? Тут единственный вопрос, который имеет вообще смысл обсуждать с руководителем государственной компании. Почему уверенные тебе активы не приносят доходов, приносят минимальные дивиденды, а их стоимость устойчиво снижается? Президенту Путину это неинтересно. Ну, хорошо, ну ладно. И на месте господина Костина, я верю, конечно, что в банке ВТБ есть, имеются какие-то эксперты с высокой квалификацией. Если вы хотите писать про деголаризацию, про использование рубля в международных расчетах, напишите прямиком в Центральный банк. А вы, Андрей Леонидович, пользуясь своими возможностями посетить российского президента, расскажите им лучше про пенсионные предложения российского правительства, а то президенту неоткуда узнать эту информацию, он бедняга газеты читает и никак не может понять, из чего же они состоят, он мучается, и пресс-китар-пескоп даже помочь в этом вопросе не может. Андрей Леонидович, встаньте на защиту российского территории. На этом наша сегодняшняя встреча заканчивается. Традиционно призываю подписываться на мой канал, ставить лайки, безлайки, задавать интересные вопросы, на которые мне будет интересно отвечать. Будем обсуждать уже в самые ближайшие дни такие интересные события, как встреча президентов Путина и Трампа. Неизбежно у нас где-то предстоят на горизонте обсуждения того, что происходит в Великобритании, где пошли разворачиваться острый правительственный кризис и дискуссии относительно того, по какому пути идти Брэкзитом. Будет продолжаться бюджетный процесс. Одним словом, хотя нет, в самом разгаре, хотя чемпионат мира по футболу уже заканчивается, но у нас точно будет что обсуждать. У нас точно будет много интересных событий. Спасибо. До свидания. До новых встреч.